Здравствуйте! По исследованию Арктики совместно с Китаем, с нашим давнешним партнером, что это будет за центр и какие проекты будут реализованы? Как раз после новогодних каникул 10 числа мы делегатой из трех человек полетели в Харьбинский политехнический институт, это один из ведущих вузов Китая, и там мы обсудили проблемы создания вопросов по Арктике и решили там создать центр по арктическим исследованиям. Этот центр является совместным и мы будем исследовать вопросы по климату, по загрязнению Арктики, по освоению Арктики и много-много других вопросов. И сейчас идет именно вместе с нашими коллегами осуждение основных главных тем, которыми будет заниматься этот центр. Ну инициатором Якутия, да, было? Совместное. Совместно, получается? Да, мы, ну это один из наших давнешних партнеров, Харьбинский политехнический институт, там некоторые наши магистранты тоже там учились и через вот эти связи мы выходим на вот такие большие проекты. Вот какие интересы у наших партнеров, у китайцев именно к самой Арктике? Ну, вроде бы Китай не Арктика, да, но у них их лидер Син Цзиньпинь назвал, ну вы все знаете, что один пояс, один путь. И в прошлом году, когда встречались с нашим примером Дмитрием Медведевым, там обсуждался вопрос даже, ну как бы снежный путь или там ледяной путь, ну это в принципе северный морской путь. И, конечно, они ищут пути для того, чтобы доставлять свои товары, ну экономику, ближайшим путем. И один из таких перспективных путей это северный морской путь. И, конечно, северный путь это не только дорога, да, корабли, да, но и целый регион. Это регион, если мы не будем знать, какой будет там климат, как будет осваивать овощи в всей этой территории и так далее, да, то перспективы в целом развития такого большого региона может иметь большие вопросы. Но какой-то временной порог уже оговорен? Когда будет запущено там строительство, непосредственно работа начнется? Ну, мы как люди научные, ну раньше можно было сказать блокнот-ручка, да, сейчас интернет, компьютер и так далее, и данные, и мы уже прямо уже обсудили основные вопросы, да, которыми мы будем заниматься. И это потребует, конечно, научных каких-то проектов, если мы заинтересуем наше правительство, ну где гарантодатели, там и так далее, мы уже прямо со следующего лета уже начнем работать в этом. А есть какие-то вот конкретные вопросы, вот тоже наброски, вот которые непосредственно более актуальными являются? Ну, конечно, более актуальны на данный момент это изменение климата, мы все понимаем, что климат меняется, освоение территорий, это, конечно, чревато какими-то загрязнениями и так далее, экологические проблемы. Ну, это вот основные вот такие проблемы. Ну, известно, что еще в сентябре следующего, уже этого года, да, пройдет совещание, в котором соберутся большинство технических вузов, вот о нем расскажите тоже. Ну, в рамках вот этой встречи у нас произошло встреча с руководством именно Харминского политехнического университета, встречались с проректором в Вене, и буквально несколько лет назад была создана ассоциация технических вузов, инициаторами которых являются вот Харминский политех и наш московский, ну, Бауманка. И в этой ассоциации входит 30 вузов из России, ну, около 30 вузов из России и примерно столько же из Китая. И где-то примерно 60 вузов собирается раз в год в Китае, раз в год в России. И буквально несколько лет назад мы встречались именно в Москве, обсуждали проблемы материаловидения, и сейчас в связи с тем, что актуальная тема Арктики, холодных регионов, решили вот тематическую вот такую большую встречу сделать у нас в Якутске, потому что Якутия является вот большим таким форфостом для северо-востока нашей страны, да, и является вот таким очень интересным регионом. И приедут очень много гостей, это больше 200 человек должно приехать, да, и когда мы обсуждали именно сроки проведения, да, вопросы, которые будут там рассматриваться, китайские друзья, ну, наши коллеги сказали, что этот год между Россией и Китаем объявлен годом совместного обмена между регионами наших стран. И это тоже как раз ходит именно в эту канву, и вот они хотят привезти правительство из своей провинции, и мы надеемся, что наше руководство в нашей республике будет нас поддерживать в этом мероприятии, да, и будут те, кто участвует в Северо-Восточном федеральном университете. Анатолий Николаевич, ну, уже в Институте естественных наук не первый год работает Международный центр по биогеохимии и климатологии, то есть какие уже проекты реализованы, какие еще будут реализовываться дальше, какие имеют перспективы? Ну, этот центр у нас изучает, ну, является одним из основных центров, которые заинтересованы в изучении климата, больших циклов, которые происходят в природе, ну, изменения концентрации СО2, ну, парниковых газов и так далее, да, с которыми связаны все природные изменения. Ну, кроме вот этого центра, ну, этот центр очень тесно работает с нашими японскими коллегами, с университетом Хоккайдо, сейчас мы, наш университет вместе с этим университетом реализовывают большой проект РЖЕ-3, происходит обмен с студентами, к нам летом приезжают на летнюю школу около 20-30 японских студентов, наши студенты выезжают в Хоккайдо, ну, вот такой обмен, да. Кроме этого, у нас в институте есть несколько лабораторий, да, несколько лет назад прямо приезжал тогда еще наш министр Ливанов, открывал совместную лабораторию, российско-германская лаборатория биом, которая занимается палеоклиматом. Это уже более вот такое, по озерным отложениям изучается климат, который был несколько тысяч лет назад, ну, это тоже очень актуальная тема. Ну, да, можно рассказать много-много, да, можно весь эфир занять. Но какие-то вот интересные, может быть, открытия произошли за вот эти вот последние годы? Ну, последние годы сейчас очень, ну, конечно, научные люди вот такие суеверные, да, пока все это не опубликуем в ведущих журналах, открыто много не говорим, да, Да, ну, у нас очень хорошие достижения именно в регулярной биологии, в клеточных технологиях, ну, ведом по линейке, очень плотно работают с нашими корейскими друзьями, с китайскими друзьями, ну, и с текунскими. Ну, однозначно стоит сказать, что они есть, но пока, как вы сказали. Да, да, есть. Есть, конечно, научная конкуренция, поэтому в нормальных журналах, хороших ведущих журналов выйдет, вот тогда узнаем. А какие связи еще с совместными проектами у нас намечаются, может быть, с другими научными учреждениями республики, либо с другими регионами, либо, может быть, даже с государствами? У нас в 2019 году подписано соглашение с Ягодским научным центром и со всеми их институтами, которые входят в Ягодский научный центр. У нас совместно ведется научная работа, образовательная работа, наши студенты проходят там практики. Но если взять другие страны, да, то у нас с Германией, с Англией, с Японией, с Кореей, ну, можно перечислять много стран, с Норвегией и так далее, много проектов. Ну, раз уж мы заговорили о студентах, хотелось бы спросить, вот Ваш институт выпускает как раз-таки геологов, насколько вообще востребована эта профессия и как у них обстоят дела вообще с трудоустройством? Это очень такой актуальный вопрос. Конечно, сейчас есть так называемый один из индикаторов востребованности вуза, это трудоустройство наших выпускников. И с каждым годом мы хотим, чтобы наши выпускники работали в ведущих компаниях и так далее. И вот экологи, я не побоюсь сказать, что если мы поедем во все улусы нашей республики, да, во всех комитетах уже сидят наши выпускники. И каждым разом мы хотим открывать новые и новые направления, да, чтобы они были востребованы. Выпускать от них и те же, по тому же профилю проблематично, потому что у нас все-таки население не очень большое, да, и рынок быстро насчищается. И мы сейчас открываем новые направления магистратуры, и в этом плане наши выпускники будут очень востребованы. Анатолий Николаевич, ну университет в целом это центр развития всего региона, да, с этим сложно не согласиться. А что это значит вообще для вуза и какие направления научной деятельности, по вашему мнению, наиболее приоритетные, наверное? Ну, начнем с того, что уже скоро будет 8 лет, как наш университет стал федеральным, и благодаря программе развития и очень такому мобильному руководству, ну, планам нашего руководства, да, мы сделали, открыли очень много довольно-таки хороших лабораторий, и сейчас буквально вот в декабре произошел отбор именно ведущих вузов, кто будет станут центрами, ну, как бы перспективными центрами, да, и из 130, около 130 вузов выбрали, министерство образования и науки РФ, выбрало 51 вуз, и среди них вот наш вуз тоже оказался, да. И очень радует, что многие ведущие вузы как бы себя позиционировали по одной, по двум направлениям, да, мы по трем центрам, это инновационный, технологический и социально ориентированный центр. Вот по этим центрам мы сейчас готовим, ну, уже делаем за первый год отчет, сейчас готовим новые направления, разрабатываем, да, и чтобы регион, ну, стать востребован не только для региона, но и не только для Якутии, но и для ближайших регионов, это Чикотка, Магадан, Камчатка, ну, наши базиты вот такие. Ну, хотелось бы услышать итоги прошлого года, это был год экологии, что уже было реализовано, что еще будет продолжаться, какая работа? Ну, Северо-Восточный федеральный университет, это, можно сказать, большая корпорация, да, и у нас очень тесные, дружеские отношения с Министерством охраны природы нашей республики. И как раз весной вот этого года произошло на базе Северо-Восточного федерального университета был второй конгресс экологов, и на этом конгрессе была принята вот экологическая доктрина на ближайшие годы, да. Ну, если считать, что первая доктрина была принята почти более чем 20 лет назад, то, который мы, можно сказать, к этому моменту уже все приняли, и сейчас вторая доктрина, это на ближайшие десятилетия тоже принимаем. Но это не знаю, что третий конгресс будет через 20 лет, да, но приняли где-то, по-моему, через 4 года, вот третий конгресс мы тоже организуем совместно, ну, Министерство организует, но мы надеемся тоже их хорошо поддержать, да, и посмотрим, как дальше развиваться. Ну, доктрина уже начала реализовываться? Конечно, и уже принята программа, и по некоторым моментам университет уже включает, это вот экологические образования, научные проекты, ну, подготовка кадров, ну, и начиная со школы и так далее. Большое спасибо, Анатолий Николаевич, за то, что сегодня пришли в нашу студию. Беседа была действительно интересной, была полной. Дорогие телезрители, я напоминаю, что вы смотрели актуальное интервью. Сегодня гость нашей студии был проректор СВФУ по естественному математическому направлению, директор Института естественных наук Анатолий Николаевич Николаев. Оставайтесь на нашем канале, будьте в курсе всех событий. Нашу беседу вы также можете всегда найти на нашем портале nvkonline.ru. Удачного вам дня, не переключайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok